Видос готов? И не нужно больше качать торренты и постоянно прерываться на бесконечные рекламы. В подписку можно включить трёх близких людей и пользоваться на десяти разных устройствах. Переходите по ссылке в описании, вводите код и получите Яндекс.Музыку бесплатно на целых 90 дней. Добрый день, сегодня мы делаем реакцию на... с песней «Опера 2». Вы мне уже не раз говорили о нём, а я его до сих пор не слышал. Ну, наверное, он споёт оперу, раз это называется «Опера 2». Ууу! Дом мой достроен, но я в нём один. У него такой нежный, чистый голос. Стучится в окно. И мне нравится это пианино. Опять надо мной. Он так живенько сказал это. У нас тут есть переходы, не халам-балам. Маши ряду. Пусть собираются в зену. Ха! Хорошо. Это было так неожиданно. Я ожидал, что он просто споёт это очень громко. Я знал, что сейчас что-то будет, потому что вся аудитория такая... Они как бы предвкушали этот момент. Но я точно не ожидал, что он споёт эти ноты, о которых я даже не знаю. Потому что они очень высокие для мужчины. Мда. Не представляю, что же там будет дальше. Ведь мы только в самом начале. Он использует динамику и меняет интонации. В плане музыки мне очень нравится. Особенно это пианино. С таким игривым ритмом. Давайте продолжим. Это было как мачете по башке. Какой же контроль и чистота на такой высоте. Это прозвучало потрясающе. Я не слышал, чтобы мужчина так пел. В плане динамики. И он очень театральный. Моё внимание привлекает вот этот момент. В голосе немного дыхания. Это уже похоже на мужской оперный голос. Это вообще выше неба. Я полагаю... Это нормально для него. Песня поднялась на том выше. А его звучание всё так же прекрасно. Давайте-ка поговорим о его вокальном контроле. Его голос такой ясный и сильный. Там есть резонанс и мощь. И когда я думаю, что он уже выше не пойдёт, он продолжает идти вверх. И звучит так, как будто бы... Это его зона комфорта. Да, там были моменты, когда он использовал оперную технику. Этим нижним вокальным регистром. В общем и целом, он добавил мясо этой песни. Эти слова, которые он произносит с некоторой грацией, добавляя эти тонкости, словно гипнотизируя. Он знает, как привлечь внимание. Я думаю, что его фишка в том, что он поёт низко и поёт высоко. Он пойдёт ещё выше. Ядрю на Аризону. Нет. Нет. Я ещё до сих пор перевариваю первую часть песни. А он тут опять разошёлся. Конечно, мне нравится, что он пошёл ещё выше. Это звучит нереально. Но я думаю, на этом он остановится. Выступление закончится, и мы все ему похлопаем. Ещё и эти инструменты. Они так нарастают. И ты такой, нет. Он не пойдёт выше. А ему барбер. И вот этот последний, он был как... Я не знаю. Продолжим. Посмотрим, сколько раз это ещё будет. Слышите, как нарастают инструменты? Тут немного другое звучание. Не так, как раньше. Здесь ещё есть вибраторы. В самом последнем, когда он добавил вибрато, вы видели, как дрожит его голова. Возможно, это был его максимум. Какое впечатляющее представление. Вот это голос. И техника. В самом начале ничего об этом не предвещало. Когда он просто пел эти фразы. Я ещё подумал. Да, тут есть немного верха, немного низа. Но я даже представить не мог, что здесь будут смены тональности. И это будет звучать всё так же прекрасно. И мне было интересно, насколько далеко он зайдёт. Что это вообще было? Какой у него диапазон? Какая самая низкая нота, и какая самая высокая? Я понял, почему вы его просили. Я ничего не знаю об этой песне. Но мне понравилась её динамика. Она такая... С сюрпризом для вокалиста. И здесь много оперной техники. Я не знаю, как это объяснить, но так и есть. Спасибо, что дотерпели меня и досмотрели это видео. На счёт три, я попробую воспроизвести эти ноты. Раз, два, три. Как две капли текилы. Я мог бы его заменять. Если что. Абсолютно. Как две капли. Комфетно. С сама. Абсолютно. Комфетно. Комфетно. Комфетно.